А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ох, вот это сюр, конечно, пошёл жёсткий. Напряжёночка. Жесть. Ля, какая красота. Чё происходит вообще? Я наконец-то добралась до своей комнаты. Мне так надоела вся эта суета. Хорошо, что в любимой комнате я чувствую себя уютно и тепло. Даже странные звуки из-за двери ни капли меня не тревожат. Мама сказала мне идти спать, так что я должна совершить всё необходимое приготовление. Я умылась и теперь стою у зеркала зубной щёткой во рту. Смотрю на своё отражение, не изъявляющее ни малейшего желания ложиться в кровать. Да уж, понимаю тебя. Ведь когда-то моим любимым временем дня были последние минуты перед сном. Момент ожидания того, как реальность неизбежно столкнётся с миром сновидений, когда-то был моим любимым моментом. Я просыпалась только ради этого. Проживала целый день ради этого. Моей заветной мечтой было спать целый день. Как было бы здорово. Однако сны медленно, но верно ускользали. Словно кто-то вытаскивал их прямо из головы. Один за одним, один за одним. Пока не осталось совсем ничего. И вот я снова должна ложиться спать, хоть и не чувствуя в этом нужды. Это всё таблетки по-любому, которые она принимает лекарства. Хотя фиг его знает. Да, видите. Закончив водные процедуры, я привычно протягиваю руку к своим лекарствам. Забавно, но я понятия не имею, как они действуют. Действуют по отдельности. Я всегда прогатывала их сразу, не задумываясь. Сейчас же мне захотелось рассмотреть их поближе. Повертеть в пальцах, попробовать на зуб. Что угодно, лишь бы подольше потянуть время. На меня смотрит гладкая и вытянутая капсула красного цвета. Снаружи она покрыта мутной полупрозрачной плёнкой. Но кое-как рассмотреть её содержимое всё же возможно. Итак, что же внутри таблетки? Слегка надавив на капсулу с обеих сторон, я с удивлением обнаруживаю, что она очень мягкая и податливая. Сдавливаю ещё. Капсула лопается. Наружу вытекает липкая, ярко-красная жидкость. Мерзость! Мерзость! Таблетка отправляется прямиком в мусорный бак. Я же принимаюсь тщательно отмывать руки. Нет уж. Пить это я наотрез отказываюсь. Следующая на очереди плоская таблетка, такого же кроваво-красного цвета. На ней к тому же отпечатаны какие-то буквы. Ага, я поняла. Это тот самый препарат, от которого жутко клонит в сон. Но это не тот сон, совсем не тот. Не настоящий, фальшивый. Нет, 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 нет. Даже видеть не желаю. Вслед за первой эта таблетка отправляется в мусор. Следующие полчаса проходят примерно так. Я рассматриваю таблетки со всех сторон и для каждой нахожу причину ни в коем случае ее не пить. Вместо этого я придумываю свои собственные лекарства и с удовольствием принимаю их одно за другим, всецело отдаваясь их целительным эффектам. Вот и горло больше не болит. Вот и рука больше не болит. Вот и голова больше не болит. Вот и сердце больше не болит. Вот и живот больше не болит. Вот и глаза больше не болят. И как я раньше не додумывалась. Это же так просто. Надо срочно кому-нибудь похвастаться. Но только не маме. Она будет ругаться. К тому же она уверена, что я уже сплю. Не буду лишний раз тревожить её. Придумаю что-нибудь сама. И вообще, мне просто хочется поболтать. Кто же будет моим собеседником? Так мы, мы, ёпта, в первой части мы же были твоим собеседником. О, начало всё. Где там? Эй! Блин, слушайте, визуал вообще классный. По сравнению с первой частью. Привет. Давно не виделись. Ты ведь в курсе, что нам запрещено видеться чаще одного раза в сутки? Ну что за угрюмая интонация? Разумеется, я читал инструкцию. Судя по картинкам, побочные эффекты при передозировке стандартные. Головная боль, тошнота, усталость. В общем, ничего такого, с чем бы я не справилась своими силами. Ведь теперь-то я знаю, как это сделать. Ты не ответила. Неужели ты даже капельку не рад? Даже совсем чуть-чуть? Я порядком вымотался за сегодня. Впрочем, как и ты. Неправда. Тебе нужно ложиться спать. Нет уж. Ты сегодня достаточно мной командовал. Теперь моя очередь. Значит так. Я просто буду молчать, пока не закончится действие лекарства. Как тебе такое? Эй, ну так ведь нельзя. Ты должен делать все для того, чтобы я чувствовала себя лучше. Именно это я и делаю. Да чего же противный? А впрочем, чего это я переживаю? На самом деле, ты мне вовсе не нужен. Совсем. Ха? Я полна сил и чувствую себя прекрасно. Значит, мне все нипочем. А ты... Ты можешь только смотреть и кусать локти от своей бесполезности. Ага. Могу представить, как ты сейчас злишься. Чего вдруг такое хорошее настроение? А чего грустить? Вспомни себя пару часов назад. Не понимаю, о чем ты. О! Не ври. Не-а. Все равно не понимаю. Ну и ладно. Зато я еще долго не забуду эту жалкую, сопливую девчонку. Которая только и делает, что постоянно ноет. Даже не пытайся испортить мне настроение. Пока мы вместе, я хочу веселиться. Ясно? Значит, теперь ты диктуешь условия? А, значит, теперь ты диктуешь условия? Да. Что ж. Посмотрим, надолго ли тебя хватит. Вот и посмотрим. Подожди, а я могу сохраниться, интересно, если сейчас вот... Могу. О, хорошо. И могу сохраняться. Это хорошо. Я... Я... Я и правда настолько жалкая? Не молчи. Я чувствую, как слезы стекают по щекам. Задерживаются на подбородке, а затем... Затем падают на мою одежду, прожигая в ней дыры. Недолго ты продержалась. Что ж, ожидаемо. Эй, я хотя бы попыталась. Сходи-ка ты умойся. Потом решим, что с тобой делать. Короче, такой внутренний голос у нее, да, такой, немного издевательский над ней. Но я думаю, что мы будем все же отыгрывать линию такую, что мы будем... Не будем на нее наезжать, а просто, типа, будем поддерживать. Потому что, по сути... Не, ну, понятное дело, что она псих, она, типа... Ну, не псих, ну, короче, ну, она псих, она сумасшедшая, да. И, типа, она может себе выдумывать линию поведения всех этих ее внутренних голосов. Но я думаю, что мы будем отыгрывать линию поведения более-менее такого дружелюбного голоса. Ладно, продолжаем. И вновь я у зеркала. Неотрывно смотрю на саму себя, пытаясь не отвлекаться на насмешливые взгляды стен, не вслушиваться в их мерзкое хихиканье. Ну, вот и мое собственное отражение криво улыбается, скалит на меня зубы. Я зажмуриваюсь, но это не помогает. Даже провались я под землю, не помогло бы. Я принимаю считать в уме числа. Два в квадрате, два дважды два, два квадрат в квадрате, квадратный квадрат в пирамиде, пирамидальная структура в кубе, пирамидальная структура в гиперкубе. Помогло. Правда, голова теперь раскалывается. О, прости, что нагрубил. Ты не виноват. Ты никогда ни в чем не виноват. Хорошо, можешь винить себя, но не переусердствуй. Я... Почему-то я подумала, что смогу взять в свои руки. Почему-то я подумала, что смогу взять все в свои руки. Я была почти готова. Была уверена, что смогу изменить хоть что-нибудь. Ведь получилось же купить молоко, понимаешь? Ты ведь знал, каким это было испытанием. Ну да, это было некое дерьмо. И поэтому ты выбросила лекарство? Глупое решение, да? Давай скажем несомненным. Однако... Есть и хорошая сторона. Какая? Разве это не значит, что ты выздоравливаешь? Ерунда. Лекарства надо принимать, а не выбрасывать. Глупо. Глупо. Так глупо. Тогда почему ты это сделала? Мне казалось, что я справлюсь своими силами. Действительно, в тот момент боль ненадолго отступила. Однако сейчас я чувствую ее с устроенной силой. Мне так больно. Ты знаешь, как нужно поступить. Я с обреченным видом протягиваю руку к полке с лекарствами. Глотаю таблетку одну за другой, отгоняя неприятные образы, то и дело всплывающие в памяти. И все же перед глазами стоит жуткая картина. Комки густой крови в прозрачной оболочке спускаются вниз по пищеводу, сарапая его нежные стенки, оставляя борозды. Или борозды, борозды, наверное. И я силой встряхиваю головой. Пусть кружится, пусть болит. Лишь бы не думать об этой мерзости. И все-таки ты осталась при своем. Что ты имеешь в виду? Ты боишься остаться одна, и это беспокоит тебя гораздо больше, чем боль. Да, наверное. Я подбрасываю последнюю таблетку в воздух и ловлю ее ртом. Сейчас у нас бэттрип начнется, да? Нормальный такой причем. Так, что происходит? Я ложусь на пол, смотрю в потолок. Оттуда, сверху, отчетливо слышен бег воды по металлическим трубам. Слышен треск бетонных плит, что когда-нибудь обрушится мне на голову. Однако, я совсем этого не боюсь. Сложно представить, что смерть поджидает меня наверху. Скорее, она тянет когтистые лапы откуда-то снизу, дожидаясь, пока я потеряю бдительность. Слышите, вот этот вот эффект, когда ты концентрируешься, короче, на тексте, и сзади у тебя расплывается задник, короче, у тебя расплывается задний фон. Вот это начинает шевелиться. Это просто, я вам серьезно говорю, такое ощущение, будто голова начинает кружиться. Хочешь поговорить об этом? Нет уж, хватит с меня болтовни. Ну, так а, чё, был молчать? Ну, смотри, реально ничего пока нету. А, вот, небольшая пауза у нас была, дабы, наверное, добавить... Трагичности? Атмосферности? Атмосферности, скорее. Тогда, чего ты хочешь? Просто... просто немножко полежать. Ну, давай полежим, ладно, хорошо. Вот у тебя там движущийся пол, например, неплохой, да? Потолок, наверное, да и того, гляди, интересней. Если потолок и обрушится, то это произойдет не сегодня. Прошу, помолчи. Мне нужно привести мысли в порядок. Ах ты, какая сотрилля какая, а? Сначала болтать с нами хотела, а теперь такая... Мне надо мысли в порядок привести, все ясно. Подожди, она... Что это? Это точно потолок? А, ну да, это вот дверь. Да, 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 все. Перспективу увидел. Я аккуратно извлекаю несформировавшиеся мысли из головы и располагаю ровными рядами на потолке. Теперь он выполняет роль пробковой доски. В надежде собрать цельную картину, я переставляю их местами и складываю в стопки, беспорядочно раскидываю. В конечном итоге я раздраженно смахиваю их прочь движением руки и начинаю заново. Не выходит. Знаешь, знаешь выражение «тараканы в голове»? Вот и представь, будто твои мысли это тараканы. Фу, ненавижу тараканов. Можно это будут светлячки? Как хочешь. Да. О, погнали, ля, красота, сетри. Все, светлячки полетели. Собираем мысли. Не успеваю я моргнуть и глазом, как мысли, а теперь светлячки принимаются кружить по потолку самостоятельно, складываясь в причудливые узоры. Мне остается лишь наблюдать за этим и ловить подходящий момент. Так и? А, только вот все никак не наступает. Слушая издевательский шелест маленьких крыльев под потолком, я начинаю терять терпение. С меня хватит, ненавижу вас. Ну так... Чего ж ты не можешь упорядочить-то свои мысли, девчулька? Сконцентрируйся немножко так-то. Что ты в самом-то деле? Скачив на ноги, я кричу, что есть силы. Светлячки в страхе разлетаются кто куда. Молодец. А теперь начинай заново. Еще чего. Неуравновешенность тебя совсем не красит. Да плевать я хотела. И тебя это не тревожит? А должно? Да. И что прикажешь делать? Не знаю, тебе решать. Хе-хе. Ты опять за старое. О чем ты? Не важно. И вообще, я передумала. Пожалуйста, больше не молчи так долго. Мне не обойтись без твоей помощи. Слушайте, я начинаю прям проникаться даже. Немножко. Хорошо. Я вновь поднимаю глаза к потолку, к сожалению... Я вновь поднимаю глаза к потолку. К сожалению, все мои светлячки куда-то спрятались. Их надо найти. Забудь о них и ложись спать. Нет, ты не понимаешь. Если я уже о чем-то задумалась, мне нужно обязательно додумать эту мысль до конца. Иначе... Я бегло, оглядывая комнату, слишком много мест, где может спрятаться такое маленькое существо, как светлячок. Они могут быть где угодно. Внезапно раздается оглушающий грохот. Часы показали полночь. Уже так поздно. Но я не могу сейчас пойти спать. Ты ведь поможешь мне? Пожалуйста, скажи, что поможешь. Ну, не издевайся. Ты ведь обещал со мной говорить. О чем ты думала тогда на полу? Что ты имеешь в виду? Ты как никто другой должен это знать. В том-то и дело, что я понятия не имею. Это странно. Ты расскажешь мне? Я... Ох ты ж, ешки-матрешки, началось. Погнали. Вот это я люблю, давай. Вот это у нее нейронные сети, да, походу? Это типа мозгу. Я закатываю рукава и принимаюсь неистово тереть глаза. Они чешутся. Почему ты плачешь? Глаза чешутся. Ты выпила... Он принес молоко? Интересно. А если оторвать все ресницы одну за другой, глаза перестанут чесаться? Интересно, а если оторвать все ресницы одну за другой? Все ресницы одна за другой? А не, а если оторвать все ресницы одну за другой? Что ты наделала? Мне надо собрать стекло, а потом, потом мне надо принять ванну, а потом... Вот, выпей немного молока. Нееееет! Я стою посреди комнаты, раскрыв рот и тяжело дыша. Кажется, я только что испытала смерть. Как еще объяснить произошедшее, я не знаю. Да уж. Вот так новости. Так ты расскажешь мне или нет? О чем? Давай лучше искать светлячков. Ты какая-то странная. Даже голос в голове говорит ей, что она странная. Это вообще, это просто прелестно. Лучше помогай мне, а не болтай. Так многовато приключений перед сном. Надо поскорее собрать свои силы в кучу и лечь спать. А мысли-то спрятались. Хи-хи. Честно говоря, я понятия не имею, где их искать. Я тоже. Значит, придется перевернуть все вверх дном и... Нет, 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 и еще раз нет. Если я устрою хотя бы небольшой беспорядок, мне будет очень плохо. Все вещи должны оставаться на своих местах. И никак иначе. Почему? Ну... Ты что, пытаешься придумать причину прямо сейчас? Я? Нет, ничего подобного. Кажется, ты забыла поставить свой мыслиблок. Тебя все насквозь видно. Нахал. Что ж, ладно. Выходит, нам надо найти крохотных насекомых среди кучи хлама, при этом не сдвинув ничего даже на сантиметр? Да. Ну и ну. У меня есть идея. В прошлый раз я была персонажем визуальной новеллы, и это помогло мне справиться с задачей. Теперь я хочу быть персонажем квеста. Знаешь, там бывают эпизоды, когда ты просто смотришь на разные предметы, и что-то обязательно происходит. Здорово же. А как же те вещи, которыми ты пользуешься регулярно? Их ты тоже отказываешься трогать? Так даже интересней. Это как-то по-детски. А знаешь, что самое классное? Что этим займешься ты? Ну уж нет. А вот и да. У меня начинается паника, когда нужно выбрать что-то, одно из множества вариантов. Я буду без конца топтаться на месте, в конечном итоге расплачусь и убегу. Ты этого хочешь? Да чего капризная. Ты доказала, что на что способна, на самостоятельное решение. Почему бы тебе не продолжить в том же духе? Делай, что хочешь. Давай здесь скажем, сделай, что хочешь. Я выхожу в центр комнаты, я оглядываюсь по сторонам. Куда бы я спряталась, будь тем маленьким светлячком. Да чего же интересно. От привкушения на сердце ощутимо теплеет. Эй! Что? Посмотри вниз. Я отпускаю глаза. Спустя секунду из-под моей кофты выползает маленький комочек тепла и света. Ух ты! Ух ты! Не, не будем ей про одежду дымиться. Эта игра и так жестит. Я аккуратно подхватываю светлячка. Он приятно обжигает пальцы и кладу на плечо. Прости меня, малыш. Пора домой. Словно по команде, светлячок неспешно поднимается в воздух, кружит над головой какое-то время, а затем пуля излетает прямо мне в ухо. Щекотно. Что ж, один есть. Давай искать остальных. Давай. Так, блин, слушайте, ну круто. Мне пока вообще все нравится. Даже что-то это... О, это квест у нас пошел. Ешки-матрешки. Так, ладно, блин, я не знаю, вот как думаете, стоит ли делить нам на серии или попробовать пройти эту игру за один раз? Она, сука, весит почти гигабайт. Та весила 100 мегабайт. Мы ее прошли за 23 минуты, да? А это почти в 5 раз больше. То есть это у нас где-то часа полтора, наверное, уйдет. Я думаю, что давайте мы, наверное, с вами поделим это на несколько серий, потому что... Не знаю, мне прям вообще понравилось. Не знаю, как вам, конечно, а у меня вообще просто... Дед, че, я же в авторнике, а ручка не знаю, блин. Зацепил меня, зацепила, конечно, нормально. Так вообще классно, блин, мне нравится. Я даже реально проникся в главной героине как-то, знаете. Прямо реально ты с ней контактируешь и начинаешь ее воспринимать не как персонажа, который у тебя на экране просто выглядит, а как живого человека с чувствами и мыслями. По крайней мере, у меня так, не знаю. Может быть, у вас по-другому? Пишите в комментариях ваши впечатления об этой игре обязательно. Обязательно ставьте свои пальчики вверх. Это просто тоже обязательно. Ваша поддержка как никогда важна для меня. В принципе, она всегда для меня была важна. Но сейчас вообще как никогда, потому что, ну, как бы вы сами видите, какая охрененная игра, и я прям хочу, чтобы ее как можно больше людей видело. Видело. Причем, такие вот дела, ребятушки. Ладно, увидимся с вами в других видео. Обязательно увидимся. Ну, всем пока. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро. Подпишись, подпишись на канал. Подпишись, подпишись на канал.